Радио Болткома. Утро на Болткоме. Всем доброе утро. Олег Пек, Александр Шунин в студии. Вот пришли интересные новости о том, что самыми востребованными профессиями сейчас, ну вот в будущем, считают, будут врач телемедицины, пилот дронов, я не знаю, это пилот, который сидит в дроне внутри или управляет, и дизайнер VR, то есть виртуальной реальности. Будем надеяться, что художники не переквалифицируются все в дизайнеров виртуальной реальности, что будет у нас возможность все-таки смотреть на их работы в музеях, и то, что кураторы, искусствоведы, люди, связанные с искусством, тоже будут востребованы. Все это мы к тому, что открылись музеи, вот насколько люди хлынули навстречу с прекрасным, да, и вечным. Ну вот об этом мы будем говорить с руководителем пресс-центра Национального художественного музея, с Натальей Шуеншалиевой. Здравствуйте, доброе утро, Наталья. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот действительно открылись музеи. Насколько интерес людей, насколько соскучились они по всем этим радостям в жизни. Ну и на основании чего пускают музеи? Это предварительная запись, это предъявление QR-кода или справок дресс-кода? Ну конечно, дресс-код в музее совершенно необходим, потому что нам необходимо, чтобы все приходили с прекрасным настроением и желанием познакомиться с тем, что мы предлагаем. Дресс-код у нас только психологического характера, но мы взамен предлагаем ознакомиться с целой серией жемчужин наших выставочных идей, которые мы уже оформили в виде экспозиции и предлагаем во всех наших четырех до данного момента открытых музеях. Плюс еще, начиная с сегодняшнего дня, мы также предоставляем возможность посмотреть нашу постоянную экспозицию в совершенно эксклюзивном месте. Это музейное хранилище на улице Полка в Пардаугове. Начнем, конечно же, мы с нашего главного музея, нашего центрального здания, которое находится на площади Яниса Розенталя, где мы открыли, начиная с 4 июня, целые четыре выставки, и, конечно же, они все доступны к осмотру. Это выставка работ Дайны Дагни в контексте феминизма, это персональная выставка победительницы премии Порвитиса 2019 года Ева Эпнера «Цирк под куполом». Для того, чтобы немножечко, может быть, заставлять поностальгировать или, наоборот, заставить какие-то новые планы на будущее создавать, мы предлагаем ознакомиться с путешествиями, которые совершал классик латышской скульптуры Густав Штилтер в начале 20 века, правда, и который, так и называется, «Мне мир казался слишком тесным». Ну а финальная, наша самая главная выставка этого ближайшего месяца, это будет, конечно же, премия Порвитиса 2021 года. Лауреаты ее мы узнаем буквально на днях. В пятницу в 6 часов вечера на онлайн-трансляции из сада Лазвийской академии художеств будет произнесено это заветное имя обладателя крупной денежной премии и честь быть лауреатом. Также мы узнаем имя победителя зрительских симпатий и также будет вручена премия за пожизненный вклад в развитие искусства нашей любимой художницы Майи Табахи. Кроме того, в художественном музее «Рижская биржа» мы открыли большую международную выставку художественного стекла, которая буквально призывает всех, чтобы ее прийти и посмотрели, называть она «Голос стекла». В свою очередь, наш небольшой музей Романов Сута Александр Бельцов представил новую экспозицию, которая называется «Орликины пьеро», которая восходит к торжествам и празднованиям жизни, торжество жизни это было, которое отмечали европейство после окончания эпидемии испанского гриппа, которое бушевало в начале XX века, как известно, и тогда тоже люди жаждали развлечений, праздников, веселья, маскарадок, карнавалов. И как раз эта выставка будет посвящена всем этим радостям жизни. Карнавалы, вечный праздник, на который также будут представлены работы из коллекции историком моды Александра Васильева. То есть такая, подсмотреть несколько идей, как можно отпраздновать окончание коронавирусной пандемии. Очень надеемся, что это скоро уже произойдет. Мы очень ждем, хотя надо сказать, что на данный момент пока наплыва или какого-то супер-ажиотажа не наблюдается. Вот до 4 дня, до того, что мы открыты, начиная с 4 июня, понедельник у нас был выходной, нас в общей сложности посетило чуть более 300 человек. Надо сказать, что поток отмечается как сбалансированный и равномерный. Никто никому не мешает. Можно бы даже, мог бы быть и более интенсивным, потому что кубатура и квадратура наших главных и больших музеев позволяет и все условия санитарной безопасности для этого соблюдаются. И дезинфекция, и вентиляция, и прочее, и прочее, и прочее. Все как требуется. И мы к этому вопросу подходим очень серьезно. И благо у нас уже был опыт тестирования наших возможностей в ходе пилотного проекта, когда мы предлагали возможность, правда, по записи, посмотреть нашу выставку, которая с большим успехом проходила и в Париже, и также в наших соседних бравских пилотсийских странах. Это была выставка символизма, неприрученные души. Но пока, как я уже сказала, поток отмечен как среди посещаемости. Конечно же, мы просим, чтобы посетители соблюдали дистанцию необходимую, два метра, конечно же, в масках. Предварительной записи не надо никакое осуществлять заранее. Для каждого посетителя мы обеспечиваем, как это требуется, 25 квадратных метров. Поэтому все милости просим и очень ждем, что наше предложение будет интересно. И мы наконец-то встретимся с нашим долгожданным зрителем, потому что музей без зрителей не живет. У меня есть версия, у меня есть версия, такая просто рабочая версия, отсутствие вот этого супер ажиотажа, просто надо было раньше выйти на связь с радиоболтком. Вот сейчас все начнется по-настоящему. Держитесь, Наталья, держитесь. Уже стучат. Рассказать подробнее, мы с удовольствием. А скажите, время работы музеев, в какое время? Потому что я понимаю, что, может быть, все-таки погода прекрасная. Люди, вот можно бросить лозунг «днем на пляж, вечером в музей». Ну, то есть, будет ли? Да, такой лозунг мы можем бросить. Ну, что касается наших двух главных музеев, больших художеств, которые входят в состав Латвийского национального художественного музея, конечно, что наше главное здание на площади Розентале и музей Рижская биржа на Домской площади, они по пятницам работают до восьми часов вечера. В свою очередь, декоративный музей по среднам работает до семи, а музей Романа Сутой и Бельцовой по вторникам до семи. Поэтому, в принципе, при желании можно постараться найти свободное время, чтобы к нам забежать или сделать какой-нибудь такой музейный день, чтобы за один день, например, посмотреть все выставки, потому что, действительно, это интересные проекты, и мы сейчас максимально стараемся донести содержание наших идей до аудитории, для того, чтобы, наконец-то, люди, может быть, уже немножко одичали от культуры и хотят каких-то других развлечений. Мы видим, и действительно погода заманчивая, и хочется выехать куда-то на природу. Но и в музее, как мы знаем, самая безопасная среда, потому что все, можно сказать, стерильно и чисто, поэтому мы были бы очень рады, если бы, наконец-то, после полугодового простоя в музее вернулась жизнь полноценная. А начиная с 15 июня, как вы знаете, уже будут разрешены групповые посещения, хотя, правда же, по особым условиям, которые нам еще в правительстве особо не озвучили, но мы знаем, что там должны быть какие-то специальные заявки и с вакцинированными персонами. А ну-ка, живем увидеть. Вот у нас вопрос, наверное, из эфира. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я был художеством национального музея, ну, несколько лет назад, и мне сказали, что там выставлены только работы ватышских художников, то есть нет русских, да, хотя они в Латвии жили. То есть, получается, сегрегацию, как бы, сделали нам, да, в музеях. И для чего это сделано? Да, я понял ваш вопрос. Вот насчет... У меня готов ответ. У меня готов ответ. Я могу оплачивать эту ситуацию. Поскольку в состав Латвийского национального художественного музея входят пять структурных подразделений, то мы их, объединив, решили каждому подоставить свою специфику. Поэтому наше главное здание специализируется на латвирском искусстве, музей Рижская биржа на зарубежном. Музей Романа Сута и Бельцова, соответственно, как мемориальный музей, присуществленный этим двум личностям, рассказывает об их жизни и все, что относится к периоду, когда они работали и творили. А музей декоративного искусства и дизайна, соответственно, покрывает все вопросы, связанные с их специализацией. Музейное хранилище – это, как вы уже слышали, это наши античные слепки и слепки со скульптурой Поки Ренессанса. Музей Арсенал – художественная площадка для выставочных залов и разного рода активности у нас сейчас закрыта на реконструкцию. Поэтому русское искусство у нас уже много лет хранится в художественном музее Рижская биржа. И мы подготовили как раз под финал лета большую экспозицию, которая будет как раз рассказывать о русском искусстве. И как раз так часть экспозиции, которая раньше когда-то хранилась в нашем главном здании, она теперь присутствует в бирже. И мы в августе, скорее всего, если будет позволять эпидемиологическая обстановка, откроем эту новую экспозицию. Я правильно понимаю, это будет выставка, посвященная русскому искусству Латвии, да? Нет, нет, это будет золотая классика. Это Шишкин, Айвазовский. Да, но речь-то в вопросе шла совсем об ином, конечно. Я понимаю, что интересовали русские, ну, по национальности художники, которые жили и работали в Латвии. В главном здании нет русских имён. Ну, я бы так кратко сформулировал. Есть одно женское русское имя, это Александра Бельцова, потому что она связана с историей русского и латышского авангарда, модернизма эпохи. И её работы представлены в постоянной экспозиции нашего центрального здания, как раз в соответствующей хронологическую эпоху. А её творчество в полноценном формате присутствует в музее романа сута Александра Бельцова. А у меня вопрос вот по поводу хранилища, которое в Пардаугове. Могли бы вы рассказать немножко ещё, ну, у нас просто есть пара минут. В двух словах, каким образом пускают в хранилище, как его посетить и что можно увидеть? Да, единственный момент, который я хотела отдельно выделить, что пока ещё немножечко нестабильная эпидемиологическая обстановка у нас в государстве, то музей романа сута Александра Бельцовой и как раз постоянная экспозиция в музейном хранилище посещаются только по предварительной записи по телефону или электронной почте. А время работы музеев и, соответственно, хранилища в нашей части музея остаётся без изменений. Вся эта информация доступна на нашей домашней странице в интернете и в печатных пресс-релизах, которые мы рассылаем, а также в социальных сетях. Поэтому, если есть какая-то информация, которую вы хотели бы уточнить, пожалуйста, обращайтесь. Мы с удовольствием вам подскажем, поможем, расскажем и поясним, как нас найти и в какое время это лучше сделать. А знаете, на что я, кстати, обратил внимание, что здание вот этого хранилища в Прадаугове, оно становится всё популярнее. Ну, хорошо, попасть внутрь можно, ну, скорее специалистам и по предварительной записи. Но в латвийском сегменте ТикТока и Инстаграма всё чаще появляются видео и фото, снятые довольно молодыми людьми на фоне этого совершенно сумасшедшей архитектуры здания, дико интересного. Так что растёт интерес молодёжи к искусству. Это же можно только приветствовать. Да, перед нашим зданием также разбита очень приятная такая зона для отдыха прохожих. И там очень часто играют дети, мамочки с колясками проходят, пожилые бабушки сидят на скамеечках. И, конечно же, там есть и хороший навес, где можно оставить свою личную велосипедную технику. И надо сказать, что там и даже снимаются видеоролики разной музыкальной, танцевальной группы. И действительно, современная архитектура, она завораживает. И учитывая, что в этом музее расположено хранилище четырёх музеев, то, конечно же, каждый из них старается привлечь как можно больше посетителей. И наши коллеги, которые работают там, в которых открыта постоянная экспозиция как раз непосредственно в этом здании, они, конечно же, выходят к зрителю со своим предложением. А есть какое-то соревнование между музеями? Что нам позволит, мы, конечно же, в полноценном формате откроем и эти двери. Вот вы сказали, что каждый старается привлечь. А есть какое-то такое негласное соревнование, у кого больше популярность, у кого больше посетителей? Я думаю, что внутри, конечно же, есть. И когда, например, по опыту личному мы вышли в авангарде с нашим пилотным проектом, ну надо сказать, что коллеги по всей Латвии в других музеях, на нас смотрели завистью и не все с доброжелательным, скажем так, отношением. Потому что считали, что вот нам опять больше всех надо. Да, действительно, нам очень много надо. И мы стараемся для того, чтобы быть наиболее привлекательными и на уставку всех наших, как минимум, жителей, чтобы показывать и знакомить с теми ценностями, которые хранит наш музей. Потому что недаром мы являемся национальным художественным музеем, где сосредоточены все главные ценности культурные, которые были собраны в нашем государстве за многие-многие годы. Поэтому мы очень рады, если будет как можно больше желающих с ними познакомить. Прямо скажем, ваш успех заслужен, потому что мы с Олегом общались по поводу эксперимента, который Национальный музей поставил, вот это вот закрытое посещение. Но это же нужно было потратить время, сколько там, месяц, наверное, обивали пороги различных инстанций, чтобы добиться этого разрешения. Ну, а кто этого не сделал из ваших коллег? Ну, извините, сами виноваты. Но, тем не менее, Наталья, простите, время вышло, нам пора с вами прощаться. Огромное спасибо за рассказ о новых композициях, экспозициях. С нами была Наталья Шуншалиева, руководитель пресс-центра Национального художественного музея. Ну, а подробности в текстовой версии, конечно же, чуть позже появятся на нашем портале MixNews.lv. Наталья, еще раз большое спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Хорошего доброго. И остаемся обязательно на связи. Надеюсь, что это будет повод к нашим новым встречам. Конечно. Обязательно. Договорились. А впереди программа «Подоплека», а «Утро на болткоме» для вас провели Олег Пега и Александр Шунин. Хорошего дня. Утро на болткоме.